Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы покатаемся на правбережной линии, на знаменитом номерном. Вот сегодня мы не будем особо прям говорить о чём-то. Улица Дебенко, если я неправильно сказал, то извиняюсь, до Спаска. Вот проедем сегодня в таком сценарии. Вот, покатаемся сегодня на номерном. Вот сегодня у нас посмотрим, привыкнем вообще, что к чему у нас имеется. Это, как запустить состав. Собственно, вы сами прекрасно знаете, РС, ЛС, освещение салона, освещение кабины. Остальное, в принципе, не важно, можно двигаться. Вот, ну там написано минут 7, примерно такая длительность поездки. Ну, не знаю, сколько оно выйдет по факту. Но я что-то думаю, ребятки, то что примерное время поездки у нас будет минут 12. Поэтому долго сегодня не будем церемониться. Смотрите. Вот, и многие мне задают вопросы о том, какая же твоя любимая игра. Симулятор Ленинградского метро или же Московского метро 2D? Так вот, ребятки, я отвечу вам то, что симулятор Ленинградского метро, он воспринимается совершенно по-другому. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Достоевская. Переход на станцию Владимирская. Линию 1. Вот, то есть, смотрите. Мне на самом деле не особо нравится, как бы, сама графика 2D. Но, не знаю чем, но вот эта игра меня больше как-то заинтересовала, нежели симулятор Московского метро 2D. То есть, если я играл в симулятор Московского метро 2D чисто ради того, чтобы вам показывать по факту, да, его... Так, наверное, сейчас будет срабатывать система. Нет, не сработало. И, слава богу, вот, будем сбрасывать. Вот так вот сразу, да. Вот так вот где-нибудь. Сейчас бросим до 40, вот так вот. И будем катиться, и будем с вами разговаривать, общаться. Вот, здесь, не знаю, есть какой-то шарм. Я думал, то, что будет все фиговенько на самом деле. В плане того, что, как бы, игра такая же, ну, по факту такая же. Переход на линию 1. Есть какие-то отличия, да, несущественные. Приходится все равно иногда подтормаживать краном машиниста. Поскольку, не знаю, так мне привычнее, наверное, если это поезд не современный как-то. Так, можно сказать. Двери закрываются. Следующая станция Лиговский проспект. Знаете, почему мы едем именно в этом направлении? Мы едем, потому что, если другое направление выбирать, то там какие-то большие просадки по количеству FPS. И меня это, на самом деле, вообще не устраивает, поэтому я решил попробовать так. И вот таким вот образом мы проедем с вами четвертую линию на номерном. Вот. Ну, конечно же, хочется сказать то, что в игрушке есть какой-то шарм, да. То есть, меня тянет играть за кадрами. Вот. Я уже не знаю. Я довольно дофига всего проехал, чтобы вы понимали. В этой игре я покатался почти на всех линиях, за исключением, наверное, какой? Наверное, пятый. Я на пятый не катался. То есть, если в симуляторе московского метро за кадром вообще нифига не играл, вот, то здесь какая-то ситуация непонятная. Но, тем не менее, у нас остается БКЛ и КРЛ в симуляторе московского метро. Наверное, сейчас будет плохо. Ну, попробую не разбирать даже схему. Переход на станцию Площадь Александра Невского 1, линию 3. Ну, тем не менее, мы уже почти проехали, хочу сказать. Травм, держитесь за поручни. Коротенькая линия, довольно. К сожалению, не к риткому счастью, но... Следующая станция Площадь Александра Невского 2. Мне еще, на самом деле, знаете, нравится в этой игре вторая и третья линия. Почему? Потому что там есть, во-первых, очень много всего интересного, которое называется двери-лифты. Или как они вообще называются, ребят, я не помню сейчас правильное название. Но факт заключается в том, что они есть, и интересно останавливаться, да. Вот, поэтому стоит, на самом деле, сказать о том, что это добавляет какой-то своей эстетики в эту игру. Вот, и поэтому мне еще тоже интересно даже кататься тут. Станции гораздо красивее выполнены, как мне кажется. И поэтому я думал, нафига мне покупать... Нафига мне покупать эту, получается, игрушку. Ну, в итоге, что оказывается, вы сами понимаете, вы сами прекрасно видите о том, что... Как бы мне эта игра реально больше понравилась. Не знаю, проработка тут в некоторых местах даже лучше. Конечно, информатор не особо высокий, не особо, так сказать, полигональный. Он присутствует и здесь, конечно, как же без этого. Но в любом случае, да, обещаю, по ленинградскому метро очень много серий. Вот, реально могу дать вам слово, обещание сдержу. Вот, не знаю, по московскому метро 2Д, наверное, БКЛ проедем несколько раз на разных подвижных составах. Вот, но я не знаю, на самом деле, что можно предложить еще. Ну, КРЛ проедем, конечно же, на номерном каком-нибудь довольно интересном, опять-таки, да, такую ситуацию вам сказать хотел. Ну, а так, не знаю, пока что спойлерить не буду. Я просто сам, на самом деле, не особо понимаю, чего я хочу. Следующая станция Ладожская. Выход к Ладожскому вокзалу. Плюс здесь есть поезда довольно атмосферные. Опять же, подвижной состав здесь очень обширный, и мне, на самом деле, больше нравится. Следующая станция Ладожская. Да, спасибо. Перебиваете меня, информатор. Вот, ну, опять же, да, хочу сказать, мне больше нравится все-таки подвижной состав, который здесь есть. Если сравнивать с московским подвижным составом, то, ну, как бы, там хорошо, там даже больше, там интереснее. Но здесь, как бы, тоже какая-то есть атмосферка в этом всем деле. Ну, честно говоря, ребятки, я когда купил, вот, первый день, первое впечатление от этой игры, было такое, то, что мне это вообще очень зашло, и мне очень хотелось играть, продолжать, да, в эту игрушку. Вот, и когда я дорвался, можно сказать, до покупки, просто купил это спонтанно, мне мой брат сказал, купи. Просто потому что я, на самом деле, не жалею, покупка отличная. Отлично. Не, у номерного, кстати, физика тут странная довольно, потому что на Ямашке, ну, как бы, остановиться можно нормально, но там не всегда схема собирается. На Дэшке я катался здесь. На Балтийце так вообще легко тормозить, то же самое, что и на, можно сказать, как тут, юбилейный, вот. Вот, ну, юбилейного, на самом деле, что-то уже было дофига на моем канале. Ну, как дофига, один видос симуляции метро 3D вышел, вот, поэтому, ну, не знаю, ребятки, посмотрим вообще, что сейчас выйдет из нашей сегодняшней поездки. Но я вам что-то отвечаю, то, что будет интересно, вот, сегодня без происшествий, пока что едем. Тем не менее, вот, номерной, наверное, в Петербурге, в Петербурге, наверное, не самый такой прям классный транспорт, который есть, но он есть. Он катается, очень много разных модификаций, есть, 51,540, поезда, которые так, тут надо бы сразу краном. Так это что, получается, последняя или как, я что-то просмотрел, вроде же улица Дубенко, вроде же последняя была, нет, я что-то не помню. Будет вообще плачевно, как-то быстро. Линии закрываются. Следующая станция улица Дубенко. Ну, если это последняя, если это конечная, то будет, ну, как бы совсем коротенький видосик получаться, вот, потому что, ну, тем не менее, мы должны проехать все линии. Но, опять же, про подвижной состав, очень много номерных и созданных на базе номерных, и поэтому в Петербурге еще и срок эксплуатации поездов довольно большой, да. То есть, в отличие от московского не 30, там 5, по-моему, на некоторые поезда 30 дается, а тут 55 дается на разные поезда, поэтому это же вообще, ну, как бы, сами понимаете, это круто, потому что номерные еще ездить будут и ездить. Вот, если 540-вые создавались там в 2010-е, 2014-е годы. Поезд прибыл на конечном станции Петербурга Судьбенко. Куперс. Быстренько мы проехали, вот сразу привык, конечно, идет. Слышащие и документы. Не оставляйте их без присмотра. Ну, собственно, ребятки, как-то вот так вот. Мы проехали четвертую линию правобережную. Как бы, как бы все, ребятки. Ждем, пока все выйдут и будем отправляться. и коротко подведем итоги по данной линии, потому что молодой человек не выходит, или он не выйдет, не, вышел, как бы все, наверное, поехали, да, нам, наверное, может предложить обернуться, скорее всего, мы не будем оборачиваться, вот, тем более, то есть, да, выключим звук, и я подведу итоги, собственно, Петербургская мне нравится метро больше, вот, нежели Московская, вот, своей атмосферностью, своими подвижными составами, Балтиц, где он, ну, юбилейный, понятное дело, Ладога, это АК, то же самое, вот он, Балтиц, Дэшка, ну, Дэшка, она есть и в московском симуляторе метро 2Д, да, есть еще Яма, обычно Яма 502, есть вот этот поезд, мне очень нравится, правда, да, с версией третьей, получается, мы будем, блин, короче, у меня какие-то тут траблы были, то ли игра вылетела, то ли непонятно вообще, что было, в общем, получается, Ямашки, наебашки, мы еще покатаемся на третьей линии, на первой линии мы, на Балтице, короче, спойлеров будет очень-очень немного в этот раз, да, но, в любом случае, мы играли вот так, без трафика, потому что что-то как-то все равно фигуру, вот, ну, да ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, оценивайте видео лайками, всем удачи и пока!